Аллилуйя, дорогие друзья! Те, кто сейчас в записи, в прямом эфире, благословляю во имя Иисуса Христа. Пусть Божий мир наполнит ваши сердца, пусть вы сегодня получите здоровую духовную пищу, пусть в вашем мышлении что-то изменится. У Бога нет проблем с нашими телами, у Него есть проблема с нашими мозгами, чтобы изменить мышление. Что такое покаяние? Это перемена в мышлении. Это разворот на 180 градусов. Полный разворот. Все, к чему человек привык, полный разворот. То есть идти в направлении новой жизни, неизведанной, но счастливой. Прежде чем я буду проповедовать, хотел бы маленькое слово для тех, кто задает вопрос. Есть люди, которые задаются вопросом. Раньше этих вопросов не было в их жизни, но впоследствии они появились. Для чего все? В каком в этом смысл? Все, что я делаю? Для чего я? Какая у меня цель в жизни? Знаете, люди ставят цель в жизни получить образование. Ну, получил ты образование. Кто-то поставил цель выйти замуж. Ну, вышла ты замуж. Или купить дом. Ну, купил ты дом. Купил ты машину. Набил свой холодильник. Детей вырастил. В чем смысл? Многие люди приходят в такой страшный, они боятся даже кому-то сказать об этом. Какой смысл в том, что я делаю? Я делаю, я делаю. Я понимаю, что я должен делать. Я понимаю, что я должен дальше жить. Но какой смысл? Цель в этом всем. И знаете, Бог мне сказал просто ответить вам на этот вопрос. Все подводится к тому, чтобы вы встретились с Творцом. Потому что вы не появились на этой земле просто от папы с мамой. Вы появились на этой земле. Именно вы появились на этой земле благодаря и пожеланию по воле Бога. Ни один человек не может прийти на эту землю, если на то не будет волей Божьей. И так как Бог создал мир и создал человека и все, что во Вселенной, на земле, он создатель, он. Именно тогда человек, его вопрос решается, когда он встречается с Творцом, с хозяином всего. Это получается, как бы ребенок встречается со своим родителем. Вот он, смысл жизни. Вы думаете, это смысл жизни? Именно так. Если вы так говорите, как бы, то это еще не кондиция. Вы не дошли до кондиции. Это не для вас. Не переживайте. Вас этот вопрос настигнет потом. Когда вы все успеете или вообще ничего не достигнете. Вы просто будете жить. Видите, однообразие в жизни, знаете, обыденность. Одно и то же каждый день. Одно и то же каждый день. Что? Зачем это? Вот если еще не дошел такой вопрос, вы еще не задаете этих вопросов. Тогда это не для вас. Вас это подождет. Но если вы задаете этот вопрос, то я вам скажу. Это кондиция. Кондиция для того, толчок, чтобы вы нашли создателя своего. Это нужно сделать при жизни. Потому что в этом счастье. В этом раскрывается смысл жизни человека. Бог запланировал жизнь с человеком. И жизнь человека на земле. Бог это запланировал. Творец наш. И если он это запланировал, и мы видим, что он приходил к первому человеку и общался с ним. И человеку было радостно. И Богу от этого тоже было радостно. Поверьте, Бог не просто удовлетворяет человеческие нужды, человеческие желания, потребности. Он и свои тоже восполняет. Как родители. Дарят что-то детям. С одной стороны, ребенок радуется, а с другой стороны, родители радуются. У каждого своя радость. Родитель отдал, ничего не получил, но получил настолько много уже вот этих эмоций, знаете, то, что его ребенок рад, его ребенок счастлив. Так же и Бог. Он же делает все ради себя. Все к нему. Все от него, им и к нему. Поэтому вот он ваш ответ. Вам нужна встреча с Творцом. И он ее назначил. Она у вас обязательно будет. Просто вам нужно подготовиться, вам нужно знать, что к чему. Итак, тема проповеди будет называться, такое интересное будет название. Неужели напрасно? Человек развивается благодаря ответам на заданные вопросы. Есть разные периоды в жизни верующего. И один из таких периодов, это период разочарования. Когда не исполняется то, что ожидал. Есть такой период очарования. Когда ты летаешь на крылышках, ты вообще вдохновлен. Тебя просто наполняет Бог. И потом придет, либо он уже пришел, либо он еще тебе придет, этот момент. А именно моменты сомнения, когда ты начнешь задавать вопросы. Когда не ты начнешь задавать вопросы, а они будут всплывать. Из глубины души они будут всплывать и появляться в тебе. Наверное, напрасно. Наверное, ничего не будет. Знаете, в жизни учеников Иисуса Христа был момент очарования. Когда Иисус, творящий чудеса, знамения, такая сила, любовь, радость от Него исходили. Он призывает учеников. Ты следуй за Мною. Представьте, быть рядом с учителем, с таким человеком, чудотворцем. Они же тогда еще не понимали, что это Сын Бога, что это Сам Бог воплоти. И для них это было привилегия и честь. Они бросали все, шли за Ним. Они были очарованы и захвачены им. Но по прошествии трех с половиной лет, когда Иисуса взяли, арестовали, ничего не произошло. Чудо не произошло. Иисуса арестовали, связали, наручники одели и бросили в тюрьму. Вот тогда у учеников стали появляться вопросы. И написано, они все разбежались по разным местам. Даже Иоанн, написано его, когда схватили за одежду, он так раз как-то и вывернулся, вылез из одежды, а там одежды не такие, что рубашку расстегивать надо было. Обмотка была такая. Он раз и ногой убежал. Так бегать быстро умел. Он бегал быстрее Петра. Потому что когда бежали к могиле Иисуса, им женщины сообщили, что Христос воскрес. Написано, что Петр с Иоанном побежали к могиле. Побежали. Пустой. Как? Там же должен был быть Иисус. А женщины пришли и сказали, его нет, он воскрес. Написано, что они бежали. Но другой ученик прибежал впервые. А потом только Петр прибежал. Петр не просто так отрекся от Иисуса. Если бы это он готов на самом деле был броситься на полк, ему все равно было. Знаете, как собака преданная и верная, которая охраняет хозяина, вообще ее не интересует. У нее как будто отключается вообще анализ, знаете, ситуации. Она просто защищает хозяина. Хоть тигр перед ней, хоть лев перед ней, хоть, я не знаю, хоть бандит какой-то. Она бросается, защищая хозяина. Вот Петр, он на самом деле таким был, Симон Петр. Он за Иисуса готов был и на смерть пойти, и быть распятым, и я не знаю там, что он там клянулся, обожжился, что он там за Иисуса жизнь отдаст. Понимаете, когда человек очарован, когда он захвачен, когда все получается, когда пробуждение движется, река течет, Дух Святой просто не перестает течь. В некоторых местах вообще не знают, что такое Дух Святой. капельки Духа Святого не пробовали. А здесь благодать, обилие. Все пророки, цари желали видеть служение Иисуса Христа. Желали видеть и не видели. Поэтому Иисус удивлялся и говорил, горе тебе, Капернаум, горе тебе, Весаида. Ты вознесся, упадешь, и тебя даже из Содома Гамора грешные эти города будут осуждать в день суда. Многие желали видеть то, что вы видите и не видели. Иисус удивлялся неверию и жестокосердию людей. Итак, ученики были захвачены Иисусом, всем происходящим. Иисус просто щелкал, дул, мазал, говорил, просто никогда он ничего не делал такого, чтобы вспотеть. Все настолько было легко, потому что это была благодать. Тяжелую работу делал Дух Святой. Как я говорю, что плиту, настройки, бетонную плиту, элемент вот этот, поднимает кран. Когда поднимается плита, единственное, что делает строитель, он зацепляет крючком. Трос зацепляет за крючок плиты и все. Он не потеет при этом. Вот Иисус, он таким был строителем. Он не потел при этом. Он потел в другом месте. Помните, в Евсиманском саду. Вот там у него пот выходил, кровь выходила, все выходило. Вот там борьба, потому что была. А здесь служение Святого Духа. И ученики, они были захвачены, они были рады, они могли не есть, они могли не спать, потому что чудеса, драйв такой. Знаете, постоянно ты в приподнятом настроении. потом, через три с половиной года, это приподнятое настроение вдруг изменилось на сомнение. Евангелие Атеана, 6 глава, 66 стих. Там написано, тогда многие из его учеников оставили его и больше не ходили с ним. Они как бы разочаровались, приткнулись в Иисусе. Иисус специально, он видел, что они следуют за Ним не всецело. Они не следуют за Ним всем сердцем. У них есть план Б. Иисус не только единственный план в их жизни. У них, если что, есть пути отхода. Черный выход, запасной выход, я не знаю, заначка, нычка, запас на черный день или что-то еще. Мало ли что. И вот Иисус, зная, что их сердца полностью не принадлежат, Он специально начинает говорить вещи, духовные вещи, об которые они притыкаются, разочаровываются и уходят. Уходят и думают, не напрасно ли вообще мы ходили за Ним и так далее. Давайте вспомним, что в Иисусе разочаровался Иоанн Креститель, который представил его миру. Иоанн видел, он крестил людей в воде в покаянии и говорил, я крещу вас в покаянии, но идущий за мной, он так акцент себя всегда переводил, он сильнее меня, я не достоин понести его сандалии и расстегнуть даже ремень на ногах, не достоин, я такой даже этого уровня раба не достигаю, Иоанн про себя такое говорил, хотя он самый высший из пророков, но идет, он будет воскрестить Святым Духом и огнем и так далее, и написано, что он представил, когда он увидел Иисуса из толпы выходящего, он сказал, вот агнец Божий, который берет грех мира всего мира, грехи всего мира на себя, он представил его, когда он крестил, небо открылось, Дух Святой излился на Иисуса, и он слышал эти слова, эти потрясающие слова, которые сам Бог засвидетельствовал об Иисусе и сказал, это Сын мой возлюбленный, это мой любимый Сын, в Нем весь мой смысл, все мое благоволение, все, мое сердце в Нем, вот и это записано в Писании, и представляете, Иоанн Креститель все это видел, слышал, усомниться невозможно, но потом приходит момент, когда его арестовывают, бросают в тюрьму, знаешь, не всегда это может быть физическая тюрьма, иногда это может быть тюрьма, в которую ты попал, она внутри тебя, многие скованы внутри, многие верующие, они скованы, они попали, они думают, ничего не движется, ничего не происходит, ничего, все такое мертвое, все, не получается то, чего я бы все представлял, и вы знаете, Иоанн Креститель, он не привык вообще сидеть заперти, он человек свободы, и вдруг он сидит в тюрьме, он арестован, за то, что он обличил царя, и тогда он начинает сомневаться в Иисусе, вы знаете, вот эти моменты, когда сомнения приходят, к Еве, Адаму пришли первые сомнения, они стали сомневаться в Боге, они стали сомневаться в его любви, самое большое зло для верующего, это когда верующий перестает верить, что Бог рядом с ним, это, это самое большое, большое, как бы, промах, ошибка верующего, когда верующий, он перестает верить, что Бог любит его, что он рядом с ним, что он благоволит к нему, знаете, апостол Петр, он вышел из лодки и пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, он вышел, он поговорил с Иисусом, он удостоверился, что это Иисус, и он выходит из лодки и идет к Иисусу, идет, все так же, как это делает Иисус, по воде идет, наступает на нее, не проваливается, и вдруг происходит нечто, происходит тест, этот тест, он все равно от Бога, все тесты, которые мы проходим в жизни, они от Бога, и вдруг появляется волна, потому что там был ветер противный, там была бы все-таки буря на этом море, или на озере, вдруг появляется волна, и Иисуса скрывает из виду, они же шли по морю, это же не море, где был штиль, ты утром вышел на рыбалку, штиль такой, сидишь, поплавок закидываешь, поймите, это была ночь, ничего не было видно, это была буря, ветер, волны, и представьте, на один момент поднялась такая волна, он же смотрел на Иисуса, и шел прямо к цели, его ничто не волновало, он видел Иисуса, и он шел к нему, и у него все получалось, в один момент поднимается волна, и разделяет его глаза, он больше не видит Иисуса, он видит волну, большую волну, и видит сильный ветер, и написано, увидев волны, и ветер, он испугался, слушайте, если бы это были маленькие волны, ну что их бояться, то вообще не страшно, представьте, сильный ветер, какой страх может прийти, ты на середине, лодка на середине моря, и большая волна, и вот когда волна разделила их с Иисусом, он больше не был в контакте, он с Иисусом, он перестал его видеть, он увидел волну, у него должно было сработать автономный режим, он должен был продолжать верить, что Иисус там, а он такой, а я не вижу Иисуса, я вижу только волны, только беда какая-то в моей жизни, где Иисус, я вижу, что какие-то диагнозы вокруг меня окружают, какие-то вирусы вокруг меня летают, я вам скажу, миллионы бесов вокруг нас ходят, и мечтают как бы нас убить, чтобы дьявол их повысил в ранге, миллионы бесов, они ничего не делают, они не могут сделать, потому что ангелы охранят нас, на всех путях, куда мы и ходим, везде охранят нас, Божьи ангелы, Божья сила на нас, а мы такие, о, где Бог, где Бог, слушай, если бы не было Бога, ты бы даже такой вопрос не задал, ты бы уже был бы под толщей земли, и вот смотрите, Петр теряет Иисуса из виду, его вера теряется вместе с его физическим видением, я не вижу Иисуса, значит его нету, значит я пропал, значит беда, и начинает проваливаться и тонуть, знаете, в этот момент, когда приходят испытания в нашу жизнь, какие-то бросаются вызовы, пойми, ты не должен смотреть на эти обстоятельства, а они будут, ты их будешь даже видеть краем глаза, но ты должен продолжать верить, что Иисус рядом, Иисус рядом, а Иисус, скажите мне, Иисус был рядом с Петром? Ну был рядом с Петром, а кто же его из воды вытащил? Поймите, не братья уж точно, которые сидели в лодке там, друзья его, не они его вытаскивали, иногда Господь доведет тебя до такого момента, когда ты полностью во всем и во всех разочаруешься, и ты только будешь думать, ааа, вот это приехали, вот это я попал, а знаете что, Господь специально тебя приведет, специально, Он же тебя готовит к небу, ты же не можешь туда прийти душевно, кровь и плоть Царства Божьего не наследуют, ты должен оставить свою душевную веру в Иисуса, вы такие скажете, что Он проповедует, оставить душевную веру, да, душевная вера была у Петра, Иисус, я за тебя умру, это душа, это эмоции, это драйв, который ты сейчас поймал, ты кофе выпил, и тебе классно стало, ты такой прям взбудоражен весь, а тут Иисуса арестовали, уводят Его на твоих глазах, Его бьют, Он не отвечает, ничего не происходит, Петр в растерянности, у него эти вопросы, сомнения, что происходит, наверное, с Иисусом, наверное, Он не тот, как Иоанн Креститель, Он начал сомневаться и задавать вопросы, посылать своих учеников, сказать, ты или тот, ты или тот, или ожидать там кого-то другого, Иоанн, ты уже точно в проблеме, а для чего? Для того, чтобы нам перейти в духовное поклонение Богу, поклонение должно быть не в душе, душой мы поем, успеваем Богу, душа славь Господа и так далее, но когда будут трудные моменты, именно то, что было в твоем духе, тебя будет держать, и основание твоей жизни, оно строится не на душе, оно строится на духе, духовно. Многие верующие задают такой вопрос, я не скажу, что это все, может, у тебя сейчас другой период, и вообще, ты не поймешь, о чем речь. Многие задают вопрос, неужели напрасно? Все, к чему я стремился, я ни к чему не пришел. верил и не получил. Реально, тебя накачивали, кто-то говорит, меня накачивали верой, верит и получишь, верит и получишь, ничего не получил. Верил и не исцелился, мне говорили, мне обещали, что я буду исцелен, я не исцелен. И раньше, раньше я исповедовал, и говорил, ранами Иисуса Христа я исцелен. А теперь сдулся, душа сдулась, душа поникла, и я такой говорю, да я больной, я такой, все, сдулся шарик. Кто-то ждал, и не дождался. Мир наполнен разочарованными верующими. Мир наполнен, послушайте, разочарованными верующими. Пожалуйста, не будьте одним из них. Эти тесты проходил Иоанн Креститель. Иисус, он боролся, он тоже, у него было это в саду в Гефсиманском, он даже не хотел это, потому что это ужасно, то, что Иисус переживал. Ученики, которые все разбежались, у них были такие вопросы, на которые они не могли получить ответ, и они находились в ужасе. Иисус раньше выпутывался из любой ситуации, а здесь он ничего сделать не может, его арестовали. И когда Петра спросили, я знаю, ты был с ним. Не был, не был, клянусь там, Богом, не был, не знаю. И почему он это сделал? Представьте, перед служанкой. Я понимаю, там перед хозяйкой, какая-нибудь там, из дворца Ирода пришла бы там, а тут просто служанка, уборщицу испугался и стал еще ей отчет давать. Я клюнусь тебе. Он раньше с ней не разговаривал, игнорировал уборщицу. Теперь он перед ней стоит, отчитывается, я не знаю Иисуса, ты испутала, я только что пришел, вообще, я другой человек. Почему он так резко отказался от Иисуса? Это был тест. На что был тест? Почему Петр должен был это пройти? Почему он должен был разочароваться? Он, знаете, он был как сосуд, который полностью разбился, сокрушился. Полностью, вот как будто палкой дали по глиняному сосуду, по этой вазе, и она полностью разбилась. А чтобы больше на себя не надеяться, вот, братья и сестры, иногда кажется, Иисус Петру говорил, пока ты молод, ты ходил куда хотел, потому что ты молод, у тебя полная энергия, ты можешь не спать, ты можешь ходить, ты можешь там столько дел переделать, у тебя ноги вон туда носят, туда носят, куда там, созвонился, уже там, уже все. Знаете, а когда состаришься, Петр, ты плохо закончишь мученической смертью. Петр должен был пройти этот тест, он должен был разочароваться в себе, вы знаете, мы иногда можем возгордиться от того, что мы верили и получили. Не просто прославить Господа, сказать в смирении, братья и сестры, Бог ответил мне, слава Господу, а так сказать, брат, ты верь, ты верь, знаешь, я верил, я получил, ты верь, ты не можешь, ты не имеешь, потому что ты не веришь. Знаете, это другая совсем позиция, это другой тон. Если к тебе подходит разочарование, это нормально, это не страшно. Если к тебе подходит сомнение, это не страшно, это нормально. В той ли я церкви, того ли человека я слушаю. Знаете, сомнения, они будут приходить, это как птица, которым ты не можешь запретить летать над твоей головой. Ну попробуй запрети чайки пролететь над твоей головой. Она у тебя и спрашивать не будет. Если к тебе приходит разочарование, это не страшно. Важно, как ты пройдешь этот тест. Как ты пройдешь этот тест. Смотрите, ученики ходили, 12 учеников ходили за Иисусом. Потом Иисус избрал себе 70. Они, может быть, не были настолько же близки, как 12, но они тоже были учениками. Иисус тоже им давал власть. И силу, и задание, чтобы они делали его дело. Они пришли и сказали, Иисус, там бесы повинуются нам, то есть все работает, все классно, мы твои ученики. А потом они разочаровались и ушли от него. Написано, что больше они не ходили с ним никогда. Я вам говорю, исцеление в этом вопросе, реально, реально исцеление в этом вопросе. Выход из этого вопроса, вам нужно полюбить Иисуса, и делать это только ради Него. Ты не делаешь это ради людей. Послушай, многие делают ради цели, ради наживы, ради корости. Никогда не делай служение. Служение не приносит деньги. Все, кто хотят быть пасторами, служителями, не приносят деньги. Если ты сделал схему финансовую и стал зарабатывать на этом, не Бог тебя стал благословлять, то ты просто манипулятор. Ты будешь отвечать перед Богом. Мы только что читали, служение Господу никакой выгоды нам не принесло. Они стоят и говорят. Если тебя Бог благословляет, все нормально. Но если ты сам сделал какие-то формулы, финансовые, какие-то махинации, ты будешь просто перед Богом отвечать. С тобой все нормально до этого определенного дня. У всех, даже у грешников нормально, у преступников тоже все классно до этого определенного дня. А вот это очень страшный день. И вот те, кто служили Богу с искренним сердцем, они будут в этот день стоять, очень себя комфортно чувствовать, очень радостно. Они не будут в страхе и ужасе стоять, а вот те, которые мы завидовали, думали, что они более счастливее нас, у них-то как раз-таки начнутся проблемки, да большие. Поэтому радуйся Господу, что ты живой, что он с тобой. Если его с тобой не было бы рядом, я тебе скажу, ты задаешь вопрос, я не верю, я пою, знаешь, песню, Господь, ты всегда рядом, сам такой, я не верю, что Господь рядом, да если был Господь рядом, то у меня бы и деньги были, я бы и не болел, у меня бы все было бы классно везде, все. А я тебе скажу по-другому, если бы Господь не был бы с тобой рядом, тебя бы сожрали, эти бесы уже давно поразили бы тебя, и у тебя он несли бы, похоронили бы. Поэтому Господь с тобой рядом, передачи, ты его не видишь, волна скрыла, а он-то за волной за этой, он вообще вблизи тебя, он тебя никуда не покидает, он хочет, чтобы ты разобрался внутри, и твое сердечко тебе показать.